Новый фантастический триллер ценой 15 миллионов долларов называется «Оставленные». Пассажиры самолёта просто исчезли. Крис, открой дверь! Крис! Фильм снял Вик Армстронг. Как режиссёр имеет опыт скромный. В наличии три ленты, среди которых боевик с Дольфом Лунгерном и две картины про молодого Индиану Джонса. Армстронг интересен другим. Он – каскадёр. Дублировал Арнольда Шварценеггера в «Конане Варваре» и Харрисона Форда в «Индиане Джонсе», а также ставил трюки в «Универсальном солдате». Николас Кейдж – это такой особый случай в мировом кинематографе, что, безусловно, человек очень талантливый, в своё время снявшийся в каких-то таких очень ярких, значимых и интересных картинах, которые так или иначе останутся в истории кино. В последние несколько лет он как-то превратился в такой самостоятельный жанр имени себя под названием «Николас Кейдж играет не пойми в чём». Постановщик ужасов «Париж. Город мёртвых» Джон Эрик Даудл с завидным упорством делает картины, использующие приём «Ведьмы из Блэр». Кино как будто снято на любительскую камеру очевидцами событий. Тот же принцип и в предыдущих работах Даудла – «Карантин и плёнки из Пукипси». «И как нам теперь быть?» «Мы не сможем вернуться. Нужно идти вперёд». Любопытная молодёжь под землёй встречается с нечасто возникающей в действительности опасностью живыми мертвецами. Но и без них реальных угроз спелеологов поджидает немало. «Ну, могут столкнуться, первое, это с абсолютной темнотой. Есть опасность куда-то попасть в какой-нибудь, упасть в колодец какой-нибудь. Пещеры бывают разные, бывают вертикальные. В пещерах очень часто текут реки, иногда даже обрушиваются сверху паводки. Ну, это вот такая же опасность, как у альпинистов в горах лавины. Ну, кроме того, если долго ходить по пещере, то можно просто замёрзнуть. Вот, бывали случаи переохлаждения. Ну, и если вас всё это не испугало, то приглашаем в наш клуб спелеологов». «Привет, Фил! Чего не звонишь?» «Кому?» «Я обычный пациент». «Конечно». «А кто ты?» Александр Рева и Павел Деревянко исполняют главные роли в комедии, которую снял продюсер Георгий Малков. Продвигал он такие специфичные ленты, как «Беременны», «Тот ещё Карлсон», «Свежий корпоратив» и «Мамы». «Смешанные чувства» – его режиссёрский дебют. Следующая заявленная картина, которую он поставит «Мамы 3». «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Назидательно гласит слоган «Ленты исчезнувшие». «Известно, что социопаты отличают неспособность сопереживать». «Эмми потеряла много крови, но кто-то её вытерл». «Зачем вытирать кровь, если они нарочно инсценируют убийство?» «Не знаю, что они нашли, но дело явно плохо». «Я наконец поняла, что боюсь своего мужа». Обладатель «Золотого глобуса», как лучший режиссёр Дэвид Финчер, снял новый триллер «Исчезнувшая». В основе сюжета роман Гиллиан Флинн «Исчезнувшая». Автор книги сделала сценарий с финалом, отличным от оригинала, чтобы для прочитавших произведения был неожиданным конец кино. Исполнитель главной роли Бен Аффлек отложил работу над собственным фильмом, чтобы поработать в дуэте с Финчером. «Это в целом такая история про то, что скрывается за идеальным фасадом. Вот внешне идеальная американская семья, в которой после трагедии, после исчезновения супруги, собственно, почему фильмы носят название «Исчезнувшая», начинается раскручиваться эта история и выясняется, что то, что выглядело глянцево, картиночно и идеально, на самом деле, в общем, далеко не являлось таковым». «Вас сейчас, наверное, ненавидит вся Америка. Это вы убили свою женуник?» Бен Аффлек – американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Обладатель двух Оскаров за лучший сценарий и лучший фильм. Смотрите «Утре на Енисеи» и вы узнаете о кино больше.